Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря решение ИЦБ по ключевой процентной ставке. Мы это событие ждем уже очень давно. Я все еще сторонник того, что ИЦБ снизит процентную ставку и это создать условия для ослабления главного валютного риска и снижения пары евро-доллар. В 12.15 решение по ставкам и спустя полчаса после этого в 12.45 состоится пресс-конференция главы Европейского Центрального Банка Кристин Лагард. Вероятнее всего риторика Лагард и вообще ее пресс-конференция будет иметь более значимый эффект для перспективы и будущей динамики евро, потому что, по сути, выступление Лагард – это анонс будущих изменений в процентной ставке и будущих корректировок, которые могут быть внесены в текущий вектор европейской монетарной политики. В общем, если евро вас интересует, то сегодня нужно быть особо предельно внимательными. Конечно же, как и всегда, контролируйте риск-менеджмент, следите за загрузкой депозитов и обязательно ставьте стоп-лоссы. Друзья, только вы знаете, где находится ваш порог терпимости к убыткам, которые могут сначала возникнуть при открытии торговых сделок, прежде чем отработает идея, и тренд начнет развиваться в том направлении, которое вы прогнозируете с учетом фундаментального анализа. Между оглашением решения по процентной ставке и пресс-конференцией нас ждет отчет по перечным заявкам на пособие по безработице США. Это еще один релиз перед выходом официальной статистики Non-Farm Perls. Ну а теперь по порядку. Индекс доллара топчется в районе 104 пунктов. Вчера мы анализировали данные по состоянию американского рынка труда. Отчеты DP по факту в прошлом месяце было создано 152 тысячи новых рабочих мест. Это мало, друзья. Это ниже, чем прогнозировали эксперты. Прогноз был на уровне 173 тысячи. Но негативный эффект от этого релиза был полностью компенсирован выходом данных по активности в сфере услуг. США за прошлый месяц отчета СМ, который показал рост данной отрасли. И сегмент американской экономики с 49,4 до 53,8. Это гораздо лучше, чем ожидали эксперты. И ранее я уже делал акцент на этот релиз, потому что сфера услуг генерирует более значительный вклад в показатели ВП, чем промышленный сектор. То есть этот релиз, по сути, нейтрализует пока что такое неприятное послевкусие после выхода отчета DP и, соответственно, релиза ISM промышленного сектора, который был опубликован в начале недели. Дело осталось теперь за Nonfarm Perils. Именно решающее слово за этим релизом. Данные по Nonfarm мы ждем в ходе завтрашней торговой сессии. Я думаю, что статистика может разойтись с показателями DP. И, соответственно, если мы увидим более высокие значения, то уже в понедельник, когда будем снова обсуждать ситуацию на финансовых рынках, вернемся к теме того, что потенциальный сильный рынок труда на США будет разгонять инфляцию и сохранить на рынке инфляционные риски, что позволит Федрезерву, а точнее даже нам с вами спекулировать на идее того, что снижение ставки может быть отложено не до сентября, а вообще до конца этого года. По данным инструментов AdWatch Tools, на данный момент вероятность снижения процентной ставки в сентябре оценивается в 56%. Ну, точно все изменится после завтрашнего релиза Non-Farm Perils. Золото 2368 долларов за тройскую унцию. Десятилетки в ходе вчерашней торговой сессии. Американские трежели снизились до 4,3%. Это минимальное значение с апреля. Рыночный сантимент, позиционирование трейдеров, расстановка сил, действия большинства и меньшинства. Сейчас указывают на то, что меньшинство находится в длинных позициях, и золото действительно неплохо растет. Я думаю, что сейчас есть локальная краткосрочная возможность, еще до выхода данных по Non-Farm Perils, попробовать выжимать из этого инструмента вот этот потенциал роста, учитывая то, что золото может коснуться прежнего исторического максимума или даже обновить. Я все-таки рискнул сегодня на основании данных сантимента открыт длинную позицию и жду золото в ближайшие часы где-то в районе 2390-2300 долларов за тройскую унцию. Европейская валюта против доллара 1,0890 текущей котировки. Есть ли смысл анализировать макроэкономическую статистику из еврозоны? Ну, я думаю, что раз мы занимаемся фундаментальным анализом, это нужно сделать. И вчерашний блок данных по активности в сфере услуга ведущих страны ЕС и еврозоны в целом по еврозоне индекс заметился с 53,3 до 53,2. И еще важнее, вчера вышел отчет по промышленной инфляции в еврозоне. Значение осталось глубоко на отрицательной территории, минус 5,7%. Эксперты прогнозировали снижение до минус 5,1%. Соответственно, снижение промышленной инфляции может дальше тормозить и общий показатель индекса потребительских цен. И это будет усиливать, наверное, уверенность или поддерживать уверенность представителей Европейского центрального банка в том, что они все правильно сделают, если будут систематически сейчас дальше в перспективе этого года снижать ключевую процентную ставку. Но нужно с чего-то начать. Как, например, это сделал Банк Канады накануне? Нужно, чтобы Европейский центральный банк также смягчил монетарную политику, снизил ключевую процентную ставку и создал условия для того, чтобы европейская валюта снова протестировала отметку 1,08 и направилась к долгосрочной цели 1,05. Доллар канадец 1,3680. Максимум вчерашнего дня как раз постфактум оглашения решения Банка Канады по ставке был 1,3740. Но в целом после того, как Банк Канады принял решение снизить процентную ставку до 4,75%, стало очевидно то, что, как и обещал Маклем, именно сохранение или удержание индексом потребительских цен в целевом коридоре 1,3%, слабость рынка труда и замедление темпов экономического роста вынудили, заставили Банк Канады начать стимулировать экономику. Я уверен, что в этом году Банк Канады еще не рад снизить процентную ставку. Вкупе еще с потенциалом роста доллара добавляем сюда также сохраняющийся потенциал еще более значительного снижения рынка нефти. И у пары доллар-канадец вырисовываются отличные перспективы в соответствии с нашими ожиданиями закрепиться выше планки 1,38. Американские фонды в рынок S&P 500 5369 пунктов. Новый исторический максимум. Поздравляю вас, друзья. Наша цель 5500. Очень скоро мы до нее доберемся. Биткоин обосновался выше 70 тысяч. Сейчас уже котировки 71 тысяча. Только за вчерашнюю торговую сессию в биткоины ТФ фонды было влито более 850 миллионов долларов. Это один из рекордных показателей с момента запуска подобных контрактов. И интерес, думаю, будет усиливаться. Есть должок еще перед нами у эфириума, который все никак не может добраться до планки 4 тысячи долларов. Но, на мой взгляд, это вопрос тоже ближайших недель. Текущие котировки 3 862 доллара. Ждем, так же, как и ситуация с биткоином, закрепление выше психологической планки, выше 4 тысяч. Доллар иена 155.60 текущие котировки. Здесь можно прямо перечислять факторы, которые сейчас поддерживают курс японской иены. Во-первых, это анонс того, что Банк Японии может начать снижать объемы программы количественного смягчения. Соответственно, это приведет к росту доходности национальных облигаций, поддержит курс иены. Постоянные разговоры, в том числе и вчера от Минфина, о том, что ведомство внимательно следит за валютным курсом и при необходимости готовы вмешаться, чтобы стабилизировать ситуацию и предотвратить чрезмерное давление на курсы национальной валюты. Минфин и Банк Японии хотят добиться эффекта, при котором потребительская активность будет расти вследствие повышения заработных плат. Но нужно сделать так, чтобы темпы роста заработных плат не были компенсированы девальвацией национальной валюты. Поэтому нужно бдить и нельзя никак допускать японским властям, чтобы иена снова оказалась под значительным давлением. Ну и, конечно же, темпы роста заработных плат в апреле в годовом выражении подросли до 2,1% с 1,7%. Это тоже является предвестником того, что инфляция продолжит расти и тем самым мотивирует Банк Японии на повышение процентной ставки и продолжение цикла ужесточения национальной монетарной политики. Заседание Банка Японии состоится 14 июня. Я думаю, что мы к 14 июня окажемся уже значительно ниже уровня 155 иен за доллар. И что касается рынка нефти, 78,65% текущей котировки. Ждем этот актив в районе 75 долларов за баррель. Давление на нефть продолжит оказывать данные по запасам нефти. По данным администрации антической информации, запасы на прошлой неделе выросли на 1,2 миллиона баррелей. Завтра ждем данные по торговому балансу Китая. Слабая статистика может усилить распродажи черного золота и поспособствовать тому, чтобы бренд улетел к той цели, которую мы с вами обозначили. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!